Что известно об этой колонии под Петербургом, о которой пишут журналисты New York Times? Действительно ли раньше поступали какие-то сведения о том, что оттуда могут забирать женщин на войну? Вы знаете, я пыталась не сообщать номер колонии, и, наверное, не надо это делать, но да, да, это колония под Питером, недалеко от Питера, там есть несколько женских колоний, и нам писали заключенные, женщины заключенные, собственно, описывали, как это было, как, собственно, происходил этот самый набор. 25 мая за этими женщинами пришли военные, и их забрали из ШИЗО. Они были в штрафном изоляторе, и по описаниям других оттрудённых женщин, которые там остались, которые остались и в ШИЗО, и в лагере, начальство тюремное вело себя с военными подобострастно, а военные вели себя, я бы сказала, впервые я услышала описание поведения военных, и мне показалось, что я прямо читаю первые письма по поводу Пригожина, было то же самое. Было то же самое, что начальство перед ними заискивает, а они такие, значит, военные. Значит, там дело было вот как. Женщин, заключённых из этой колонии, вообще из нескольких колоний под Питером, там есть Саблина, в Ульяновке колонии, завербовали довольно массово в сентябре прошлого года, 23-го. В одной колонии было больше 30 человек, в другой чуть поменьше. Женщины были по самым разным статьям, причём две в одной колонии с выявленным уже при вербовке, с выявленным гепатитом, но при этом, видимо, какая-то форма такая гепатита, которая совершенно не мешает воевать. У многих были дети, и женщины рассчитывали идти в сентябре вообще как можно скорее. Их промариновали где-то, наверное, полгода, ну и потом как-то вот распустили всю эту историю. Они так и не поняли, что случилось, а случилось изменение законодательства. Я напомню, что ровно год назад, ну там без двух недель, очень тихо Государственная Дума, уходя на каникулы, после весенней сессии приняла законопроект Павла Крашененникова, который ввёл новый вид освобождения заключённых, условное освобождение. Он распространяется на женщин, на мужчин. Таким образом, вот этот закон на самом деле остановил помилование. Помилования заключённых в связи с уходом на войну больше нет. Больше нет и, наверное, больше не будет. Эта практика явно признана порочной, поскольку вон сколько народу ушло на волю, впрочем, это было не предусмотрено, это из-за конфликта Шойгу и Пригожина, и сколько они всего натворили. Помилований больше нет. Собственно, женщины, которые записывались в сентябре, рассчитывали на помилование через полгода. Вообще через полгода больше не уйдёт никто. Мобилизованные само собой, контрактники само собой, теперь и заключённые. Они с сентября не уходят через полгода. А что тогда я обещаю, Ольга? В чём тогда мотивация ехать на фронт, не очень понятно для них. Всё то же самое. Всё то же самое, что и с контрактниками, с мобилизованными. Деньги. Деньги. И в любом случае освобождение после окончания войны. И почему-то заключённые, так же, как и очень многие вообще россияне, считают, что война закончится быстро. И война такая, она не страшная. Совершенно напрасно. И поскольку женщины подписывали другой контракт, их не взяли. И вот полгода никого вообще не брали женщин. Ну и плюс ко всему, плюс ко всему, мы с вами читали очень много материалов наших коллег, которые рассказывали про то, что творится на фронте. Как заключённые друг друга унижают, избивают, сажают в ямы, как ими невозможно командовать, как они быстро находят наркотики, водку и всё остальное. Как они превращают армию в сброд. И, в общем, конечно, вот к этому ко всему, вот вишенка на торте, не хватало ещё мобилизовывать, вернее, вербовать женщин-закручённых. Вот тогда будет всё вообще отлично. И казалось, что эта вот практика прекратилась. Нет. Нет. И вот именно с 25 мая мы впервые зафиксировали, что уже по новому закону начали брать не только мужчин, но и женщин. Вот их взяли из колонии под Питером. А их берут как-то насильно туда на фронт? Или всё-таки вот как-то удается завербовать, уговорить? И интересно, к каким работам их привлекают? То есть это как бы полноценное участие в боевых действиях или какая-то всё-таки не связанная с непосредственным участием работы, там больше ближе к тылу, что ли? Ну, меня вот этим, меня всегда вот восхищает и поражает наша уполномоченная поправка человека Татьяна Маскалькова, которая говорит, что вот к ней обращались женщины-закручённые, они все как один не подходят. Я не знаю, к нам обращаются все до одной, которая подходит. Другое дело, что мы их отговорим не ходить никуда. Женщины, к сожалению, хотят. Женщины хотят, и в отличие от мужчин, мужчины идут за деньгами, мужчины идут за свободу. Она хоть условная, но свобода. Всё равно лучше, чем в тюрьме. Всё равно это обещание снятия судимости и так далее, и так далее. Вы знаете, как ни странно, женщины, они очень распропагандированы, потому что у мужчин в зонах есть мобильный телефон. У них есть запреты, у них есть много чего, они договариваются, а женщины нет. И они как раз вот... Женщина заключённая — это абсолютно идеальная жертва пропаганды. Просто идеальная. Им больше ничего не доходит, кроме пропаганды. Никакой другой альтернативной информации. У них нет интернета и мобильных телефонов. Они все хотят умереть за Родину. Да. Интересно, что действительно, в общем, нет никаких, в этом смысле для них, останавливающих факторов. А понятно ли, на какие деньги пытаются привлечь женщины? То есть это столько уже условно, сколько платят мужчинам на тех же специальностях? Или здесь есть какие-то другие условия? Вы знаете, вообще, очень охотно берут женщин-медиков. Фельдшеров, женщин с медицинским образованием, они нужны. Всех остальных, в принципе, предлагают две специальности — снайперы и штурмовички. Но я не слышала, чтобы кто-нибудь из женщин-завербованных из тюрьмы действительно пошёл работать снайпером, работал снайпером, ну, потому что это очень специальное умение и очень специальная подготовка. Штурмовички, да, пожалуйста. Я слышала о женщинах, не о закручённых, но, судя по всему, это профессионалки, которые оканчивали какие-то военные училища, там, специальные, да, или там ментовские, или ФСБшные, и уже были подготовлены к этому делу. А из осуждённых женщин нет, не слышала.